Привет, мои хорошие! Сегодня хочу ответить на такие частые вопросы, которые связаны с прохождением ультразвукового исследования. Очень часто вы задаете вопросы относительно того, а когда же проходить УЗИ, на какой день цикла, как это все высчитывать. Давайте детально с вами разберемся. На самом деле здесь зависит все от того, что хочет посмотреть ваш доктор. И да, действительно, кому-то назначается УЗИ на 5-7 дни цикла, кому-то назначается на 2-ю фазу, 19-й, 21-й, 23-й, вы можете увидеть, что вам доктор пишет. Почему такая история, да? Почему нет какой-то конкретной договоренности, когда же нужно все-таки смотреть это УЗИ? Опять же, зависит все от того, с какой целью вы обследуетесь у доктора. То есть, если вы просто проходите профилактическое УЗИ раз в год и хотите исключить какую-то серьезную патологию, то здесь, конечно, лучше смотреть сразу после окончания менструации на 5-7 дни цикла для женщин с регулярным менструальным циклом. Если у женщины нет регулярного менструального цикла, вы можете проходить УЗИ на любой день. Если у вас подготовка к беременности, то, соответственно, доктор вас может направить на УЗИ на вторую фазу менструального цикла. Я обычно даю пациентам такую рекомендацию за неделю до предполагаемой менструации. Почему так? Потому что у всех продолжительность цикла разная. Есть и женщины с коротким менструальным циклом, есть женщины с длинным менструальным циклом. И поэтому сказать всем по стандарту с 19 по 21 день – это совершенно не актуальная рекомендация, потому что нам на вторую фазу цикла важно посмотреть, а была ли овуляция, какой эндометрий во второй фазе цикла. И, соответственно, если у женщины, например, длинный менструальный цикл, она придет на 19 день, возможно, она придет еще очень рано. И поэтому самый оптимальный вариант и более корректный – это смотреть за неделю до ожидаемой менструации. Если у вас нерегулярный цикл, у вас поликистозные яичники, здесь, конечно же, доктор, возможно, сделает вам такую рекомендацию. Посмотреть УЗИ и на первую фазу цикла, и на вторую фазу цикла – это тоже будет корректно. Потому что, если есть нерегулярный цикл, нужно выяснить, а почему такая ситуация. И посмотреть за яичниками, за состоянием эндометрия в обе фазы менструального цикла, чтобы разобраться в этой ситуации. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Если вы хотите получать еще больше интересной информации о женском здоровье, рада буду видеть вас в своем телеграм-канале. У меня всегда там очень интересно. Для того, чтобы попасть в мой канал, переходите по ссылочке под этим видео. Желаю всем огромного здоровья, берегите себя и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok